А за вопрос такой, Сергей из Днепра, я считаю вас хорошим политическим гиджеем и пренцеттером. И по-вашему спрашиваю, чего Украине ожидать в 2017 году? Честный ответ будет не очень оптимистичный. Я думаю, что будет дальше накручиваться спираль политического кризиса, что реформы в парламенте будет все сложнее проводить, потому что большинства как не было, так и нет. Но после вскрытия агентуры Савченко, извините, Анищенко, после вскрытия агентуры Анищенко и покупки голосов, всем стало понятно, что, скажем так, каждое голосование, оно требует дополнительных коррупционных вливаний. Соответственно, собрать большинство для принятия решений будет все сложнее и сложнее. В то же время, любые досрочные парламентские выборы будут ударом по действующему президенту, потому что он с этим-то парламентом более-менее научился работать. Есть две больших фракции, БПП, Народный фронт, которые почти там контролируют большинство. Не хватает еще пары десятков голосов, которые докупаются на регулярной основе. И, собственно, так вот этот караван идет. А любые досрочные выборы привезут к тому, что большой партнер в коалиции Народный фронт исчезнет, уйдет на политическое кладбище, БПП будет меньше в несколько раз, потому что рейтинг падает. Плюс войдет больше Тимошенко, больше оппозиционного блока, больше настроенных партий против президента. И с этим парламентом он уже точно не совладает с новым. Поэтому на досрочные выборы для него будет идти очень опасно. Соответственно, ситуация будет находиться в таком, скажем, балансировать в глухом углу. С одной стороны, все меньше и меньше сможем законов принимать, будем заниматься какими-то законами второстепенной важности, а реальные непопулярные реформы остановятся. С другой стороны, и распустить этот парламент будет невозможно. И так вот мы докобыляем, я прогнозирую, до 2018 года. А там уже начнется предвыборная кампания президента. И, собственно, популизм встанет в полный рост. Им будут заниматься все от мала до велика. От нынешних радикалов до президента, которым нужно будет обещать какие-то золотые горы, чтобы люди ему еще раз поверили. Уже какие-то симптомы его популизма всплывают на поверхность. Например, там отмена комиссии Сбербанки, Ощадбанки Украины. Или закон Банка Михайловский, которым, по сути, граждане Украины расплатились за эти деньги, за те легкомысленные авантюры, в которые позволили себе втянуть группу вкладчиков Банка Михайловский. И так дальше. Поэтому вот так вот мы будем ковылять до досрочных президентских выборов. А потом уже после президентских выборов, я думаю, новый президент, он или старый действующий, но он будет моделировать под себя следующий парламент. И тут нам важно вот этот год, который у нас предстоит, все-таки принять законы, которые позволят укрепить уже существующие независимые органы, как НАБУ, например. То есть дать им право на прослушку, создать для них независимый суд. Также укрепить нужно систему парламентаризма, принять законы о выборах по новой системе, чтобы выборы, когда бы они ни были, чтобы они все-таки проходили на новой системе. Разогнать действующие коррупционные центры с Берком. В чем суть нового закона о выборах? Новый закон о выборах, он должен, как минимум, отличаться от действующих. Потому что действующий закон – это закон Януковича, где половину парламента ты просто засевая округа можешь контролировать потом через агент прокурора. Нужно или открытые списки, или чистую пропорционалку на 100%, или находить какую-то гибридную форму. Но то, как есть сейчас, это просто по новой заражать наш политический организм, инфекция коррупции. Мы будем запускать мажоритарщиков, а о них коррупционные деньги будут постоянно приходить в новый парламент, в каждый новый парламент, и это просто бег по кругу, понимаете? Мы не вырвемся с этой спирали. Поэтому независимые антикоррупционные органы, плюс закон о выборах, плюс наконец-то дать ответ людям, которые уже несколько лет ждут этого ответа. Это малый и средний бизнес. Люди, которые создают реальные рабочие места в стране. Налоговая реформа. По большому счету ничего не сделано. Таможня. Не по большому, а вообще ничего не сделано. Продолжение следует.